Это сейчас в подвале сухо и чисто, рассказывает старшая по дому Людмила Приходько. А в прошлом году здесь стоял неприятный запах, трубы все время рвались. В программе капитального ремонта этот дом один из первых. На общем собрании жители решили в первую очередь заменить старые прогнившие трубы. Ремонт в подвале дома по улице Сорокина начался в январе. Специалисты заменили систему холодного водоснабжения, канализацию и электроснабжение. Сейчас вот вообще, хоть живи в подвале, все хорошо, красиво, запаха вообще нет теперь. То запах канализации был сильный. Сейчас очень хорошо свет заменили, прекрасно провели проводку. На замену труб и капитальный ремонт инженерных систем направили более трех миллионов рублей. Это еще не финал. Скоро рабочий приступит к ремонту системы отопления дома. Отопительный сезон закончен. Мы сейчас провели подготовку по материалам. И планируем со следующей недели приступить уже к замене отопления. Жители оповестили, чтобы присутствие было. Представители комиссии проверили, как прошел ремонт кровли дома по улице Проезд 9 мая. Здесь заменили пароизоляцию и утеплили чердачные перекрытия. Всего в этом году в Самаре в рамках программы капитального ремонта отремонтируют порядка 700 домов. Средства в фонде капитального ремонта на это есть. Когда это было год назад, стартовали, там не превышало и 30% собираемость. На сегодняшний момент мы можем констатировать, что это свыше 60%. Поэтому мы идем среди субъектов в первые пятерки по собираемости. В первую пятерку среди субъектов страны регион входит и по темпам капитального ремонта. Всего за период 2014-2015 годов Самарская область отремонтирует более 1700 домов. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.